С нами сейчас на связи Игорь Петренко, доктор политических наук. Игорь, здравствуйте. Как всегда, вас рады приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Для некоторых представителей, наверное, западных СМИ тяжело дается понимание того, каким образом государство, ныне борящееся за свою независимость, по-другому я не могу сказать, успешно в некоторых кейсах борется еще и с коррупцией. Что важно, некоторые СМИ, описывая ситуацию в Украине, как, к примеру, одни из самых известнейших кейсов в отношении коррупции в Украине, больше делают пас в отношении журналистов, в отношении активистов, что якобы они больше борются с коррупцией, проявляют свою активность, непосредственно гражданский долг, чем в некоторых случаях государство. Сейчас у нас сложилась, по идее, такая картинка, да, когда и государство, и гражданское общество действуют в такой себе синергии. Нет ли тут, кто больше действует, давайте так, в отношении коррупции все-таки? Это журналисты, гражданские активисты, люди, не имеющие отношения к власти, либо же непосредственно те антикоррупционные органы, которые выстроены с 2014 года в Украине? — Хороший вопрос. Ну, смотрите, в любом случае, какие-то общественные организации, не занимаясь вопросом борьбы с коррупцией, все равно будут оцениваться это непосредственно государство и работа его институтов. Поэтому вот в вашей подводке в сюжете депутатка Кравчук, она вспомнила недавний отчет Греко, организация, которая занимает оцениваемую разработку рекомендаций для, скажем, разных стран, которые на пути борьбы с коррупцией. И, соответственно, те страны, особенно, которые на пути интеграции в Европейский союз и так далее. Вот этот отчет, он показывает то, что Украина за год сделала колоссальный шаг вперед. То есть представьте, с одной стороны, мы боремся с агрессором, с одной стороны, мы испытываем много экономических проблем и всего остального, а с другой стороны, мы успеваем еще принимать нормативку и делать еще много других, скажем, шагов, шагов в том, чтобы двигаться в выполнении своих обязательств по реализации вот тех рекомендаций, которые у нас были. По-моему, 30 или 35 это были рекомендации разработанных. И вот за прошлый год мы полностью реализовали более половины из того, что у нас, скажем, было. Еще часть, она находится в реализации. Ну, там, некоторые на финальном этапе, некоторые еще там, скажем, да, есть еще работа, но просто работа Украины за вот этот год, она была оценена беспрецедентной. Беспрецедентная делегация наша, которая там была, когда публиковали этот отчет, ее встречали аплодисментами, поскольку она действительно вызывала особое, скажем, такое уважение. Потому что, несмотря на сложности, ну, потому что всегда легко сказать можно, да, что извините, мы там что-то не сделали, потому что у нас война. В принципе, никто ничего не скажет. А здесь вот совсем, скажем, все наоборот. Поэтому, да, активисты, они, там, держат в фокусе внимания определенные темы, они их понимают. И тогда, ну, скажем, да, ну, оценивается их работа, да, они могут там в чем-то повлиять, оценивается работа институций, государства. То есть активисты, они могут к чему-то там подстегнуть, что-то проконтролировать и так далее. Но, к сожалению, здесь тоже есть свои нюансы, поскольку некоторые активисты, они часто, как по мне, опять же, мое мнение, просто склонны сгущать краски, на чем-то больше акцентировать на каких-то моментах. И самое, что интересно, вот смотрите, у нас есть множество общественных вот таких организаций, ну, не будем сейчас, наверное, фамилии называть, но они все на слуху, и которые всегда очень громко говорят и кричат о том, что вот, смотрите, вот там коррупция, тут коррупция, там, и так далее. Просто как хорошо, да? Но у меня просто вопрос, а почему же тогда эти же организации, они скромно помолчали про этот отчет Греко, почему они не сделали громкие заявления, почему они не провели пресс-конференции, когда бы показали, что вот, ну, смотрите, есть, скажем, реальный успех. Это как-то пошло, знаете, очень покасательно, ну, как по мне, это действительно очень хороший результат. Да, для обеих сторон. Здесь и государство может сказать, вот, смотрите, мы молодцы, и те же активисты могут сказать, вот, смотрите, мы все-таки смогли там достичь, там, добиться, и здесь и наши, скажем, усилия. Ну, вот как-то, как-то здесь, скажем, оно не сложилось, знаете, в единый такой вот поток радости. Знаете, Игорь, действительно очень важна работа тех организаций, которые выявляют коррупцию и хотят обнажить это все, собственно. Но хотелось бы оптимистично предположить, что, возможно, их работа не будет настолько востребована в будущем, конкретно в этом ключе обличения коррупции, собственно. Сейчас, особенно во время войны, которую развязала Россия против Украины, важно не допускать коррупции, бороться с коррупцией, потому что Украина также под пристальным вниманием партнеров, которые оказывают поддержку для Украины в данный момент, и которые будут оказывать всяческую поддержку Украине и на моменте восстановления. И мы сейчас это действительно понимаем очень четко, очень хорошо, и у нас сейчас, знаете, одна цель на всех. Но можем ли мы говорить, что это явление, знаете, не ситуативное, а вот такой переход в новую реальность и в новое устройство, в котором будет и в дальнейшем жить и развиваться Украина? Да, это тоже очень хороший вопрос. Ну, смотрите, тут уже понимают, что, с одной стороны, действительно наши западные партнеры на это смотрят, но самое важное, что украинцы, ну, давайте, скажем так, что вклад в победу делаем мы все, и люди очень много жертвуют на вооруженные силы Украины, на волонтерские организации, с своим знакомым, скажем, родным, и когда они понимают, что где-то какие-то средства, они идут, скажем, кому-то в карман, они идут на функции, которые должны быть, скажем, государства, это вызывает большое раздражение. А раздражение в ситуации гипертонуса, в котором сейчас пребывает украинское общество, ну, а может, скажем, вылиться в очень негативные моменты. Поэтому борьба с коррупцией, она должна быть приоритетить даже не столько, не только, не столько с точки зрения того, как нас смотрят партнеры, а с точки зрения того, как будут реагировать, скажем, украинцы, которые пребывают в такой достаточно сложной сейчас ситуации. Поэтому я думаю, что политическая воля, она есть, и мы видим, скажем, ну, любую толерантность к коррупции со стороны президента Зеленского, и, скажем, реагирование на те вот, скажем, расследования, которые есть со стороны журналистского сообщества, активистов. Вы помните эту ситуацию в обороне происходило, и, скажем, в других ведомствах. Это все приводило к соответствующим кадровым изменениям, к уголовным делам, ну, и так далее. То есть здесь работа, скажем, она идет, она не останавливается, и это очень хорошо. Да, мы все надеемся в том, что не будет, скажем, откатов, поскольку действительно наша главная задача – это не только победить врага-игрейсера, но и потом еще отстроить наше государство. Это две составляющие нынешней национальной идеи. А отстраивать государство в ситуации, скажем, коррупции, каких-то скандалов, ну, не получится. Перед доверием должен быть, и это доверие нужно... Пока у нас с этим, скажем, особо проблем нету, да, точечно возникают вспышки, но они получают соответствующее реагирование, и это очень хорошо. А в ситуации с партнерами, да, это тоже максимальная, скажем, открытость и выполнение тех обязательств, обещаний, которые мы берем. У нас есть антикоррупционная инфраструктура, да, она не идеальная, возможно, в некоторых моментах, но все же она функционирует и, скажем, показывает свои результаты. Здесь ее уже можно дорабатывать и давать ей возможность быть еще, скажем, более эффективной. Ну, некоторые органы стоят не до конца у нас понятной эффективности работы, но это тоже, опять же, это все операционные моменты, которые мы можем решать. А самое важное, это действительно не потерять тот кредит доверия, который есть сейчас у власти, для того, что, ну, и вот коррупционный скандал, они очень эффективно сейчас будут восприниматься, и, в принципе, мы уже видим, как это воспринимается по некоторым моментам. Поэтому, ну, здесь нужно держать руку на пульсе. Ну, как видим, да, Зеленский, скажем, он тоже все время акцентирует на этом внимание. Ну, я думаю, что пока мы проблем с этим не будем иметь, ну, в ситуации, когда у нас наши вооруженные силы, да, они нас защищают, а здесь кто-то пытается кому-то залезть в карман, точнее, к ним тоже залезть в карман, да, и государство. Ну, безусловно, это недопустимые вещи. Игорь, и вот, знаете, до того, как Россия решила, что она может претендовать на украинские территории, нам, вероятно, все равно было, что там происходит внутри самой России, потому что, конечно же, самое важное, это развивать свое государство и заботиться о будущем своего государства. Но все-таки Россия, к сожалению, решилась напасть на Украину, развязать войну в Украине. И на данный момент, так или иначе, определенные процессы, которые происходят на фоне этой войны в Украине, они как-то, знаете, сопоставляются с теми, с подобными процессами в России. И вот, например, антикоррупционная, вот такая вот позитивная динамика в Украине на фоне того, что сейчас происходит в самой России, действительно повлияет пагубно и на Российскую Федерацию. Потому что ведь позитивный имидж Украины еще больше будет подчеркивать, насколько эти процессы обратны в стране, которая решилась, собственно, претендовать на наши территории военным путем. Как считаете? Да, безусловно. Я вот вспомнил, недавно вышло неплохое расследование. Это русская служба BBC. Как знаете, они иноагенты в Российской Федерации по поводу главнокомандующего сухопутных войск, его сыну, его жене сына. Значит, как они там пилят, скажем, эти бюджеты, они там какие-то праздники организовывают по сухопутным войскам, а потом еще какие-то тоже поставки, там еще что-нибудь такое. Ну, там колоссальные, скажем, суммы тех средств, которые они, скажем, осваивают в нынешнее время, тоже, скажем, по войне. Поэтому, ну, безусловно, знаете, так и хочется сказать, не будь как россияне, допуская, скажем, такую вот ситуацию в нашей стране. Ну, это то, что касается в сфере обороны. А действительно, смотрите, Российская Федерация, она тратит огромные силы и ресурсы для того, чтобы уничтожать имидж Украины. И, ну, давайте скажем открыто, что до полномасштабного вторжения по некоторым вопросам у них были определенные успехи. Ну, сейчас они просто сами себя загнали в угол, когда уже, скажем, просто в пропаганде никто не верит. Ее инструменты, они очень ограничены. Хотя они все время совершают попытки. Все, что они многое рассказывали о биолабораториях в Украине, вы же видите, у них эта пластинка, она по кругу начинает опять вертеться, и про боевых там качеров, комаров там и все остальное. Ну, мы там со смехом это принимаем, но они действительно тратят на это колоссальные суммы. Потом они же рассказывают, что мы грязную бомбу где-то готовим, там, институты Академии наук Украины. Ну, потом приехали проверки, поняли, что там ничего, скажем, не происходит. И во многих моментах. Они же тоже пытались показывать, что это Украина там не хочет мира, вот мы такие там все-то молодцы, к чему-то там готовы, ну и так далее. Поэтому и в ситуации борьбы с коррупцией, это тоже один из инструментов, потому что это гибридная агрессия. И там, где есть слабые места, там где тонкие, вот туда они будут делать, скажем, главные усилия. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что усиление каких-то тем, раскручивание, вкиды, вбросы фейков, особенно понимая, что для украинского народа такая тема, знаете, как красная драпка, она важна, они тоже будут ее испытывать. Поэтому здесь нужно будет нам, как гражданам, с холодной головой сюда подходить, смотреть, анализировать фактаж, проводить какой-то факт-чекинг, воспринимать только информацию тем источникам, которым мы действительно можем доверять. А не так, как в павлике, где мы написали в Телеграме, а я там что-то там сделали, вот все, давайте там, значит, будем уже как-то действовать. Ну, пока мы успешно все это, скажем, преодолеваем. В тех моментах, где, ну, действительно, есть, мы реагируем, и это очень, скажем, хорошо. В тех, где пытаются нам пока забросить какие-то там фейки, мы это так и воспринимаем, просеиваем это, скажем, через сито и не делаем, скажем, лишних каких-то движений и реакций. Это правильный, нормальный, взрослый, скажем, подход. Тут инфантилизма нам точно не нужен. Давайте тогда основываться исключительно на данных официальных. Вернемся к Греко. Группы государства, это Европа по противодействию коррупции. 3 апреля представители Греко выдали в том числе свой анализ коррупционной составляющей в Армении. Армения, напомню нашим зрителям, это пока еще, сделаю на этом акцент, член ОДКБ, наговор о коллективной безопасности, которым так любит кичиться Владимир Владимирович Путин. И, наверное, в Кремле считают ОДКБ одним из тех плечей, на которых можно опереться в тяжелые времена. Так вот, у Грека в своем анализе ситуации в Армении написала такое, буквально цитирую. Армения предприняла некоторые шаги для выполнения рекомендаций очередного раунда оценки. Всего было 18 подобных рекомендаций, было выполнено только 9. 9 продолжают выполняться. Я пошел дальше. Что в отношении восприятия коррупции? Напомню нашим зрителям, что Transparency International каждый год выдает индекс восприятия коррупции государствами разных. И начал смотреть, что же там ОДКБ, как говорится. Выписал себе Армения, находится на 63-м месте, Беларусь на 91-м, почему-то выше Украины. Ну да ладно. Россия на 137-м месте, Казахстан на 101-м, а Кыргызстан на 140-м. Потом отличается, естественно, тот анализ Грека и вот индекс от Transparency International, индекс от последних, это больше про восприятие жителями стран коррупции, взяточниства, когда ты можешь занести что-то хорошее какому-то хорошему человеку за какое-то хорошее дело. Вот так, наверное, можно объяснить подобное. Не знаю, наверное, это прозвучит как манипуляция, но складывается впечатление, что участие в ОДКБ, оно в принципе предполагает определенную коррупционную составляющую в странах. Если Армения по анализу Грека справляется с вызовами коррупции, а коррупция это вызов для государственных органов в том числе, то другие страны из ОДКБ, к примеру, у меня есть огромное сомнение, что в той же Беларуси коррупция, она, скажем так, ниже уровнем, чем в той же Армении. Ну, да, действительно, во-первых, тут разные, скажем, методологии, но в целом ДКБ, она, во-первых, и как организация организации не является, да, в принципе, война в Украине это тоже подтвердила. Особая помощь Российской Федерации никого не получает, кроме, скажем, Беларусь, ну, потому что просто получилось Беларусь, скажем, в начальном этапе забросить Армению, да, своей стороны там оказывает тоже определенную поддержку, в том числе и как логистический хаб поставок из Ирана, ну, это, я думаю, отдельная история. Вот, а все остальные страны, они просто отморозились от Российской Федерации, ну, и плюс давайте так, что лидером ОДКБ является Российская Федерация. Ну, давайте, положа руку на сердце, скажем, а что, чего хорошего может принести Россия, чего хорошего она может требовать от членов, скажем, от организации, приносить какие-то им принципы и так далее, ну, там, мародерство, да, убийство, изнасилование, захвата чужих территорий, ну, это, наверное, главные идеологические столпы современной Российской Федерации, идеологии, скажем, рашизма. Ну, как видим, слава богу, что, кроме Белоруссии, пока все остальные страны, они держатся и не принимают. Ну, конечно же, вы можете себе представить, что Российская Федерация, она ставила вопрос Руба перед членами ДКБ в том, что, ай-яй-яй, если вы не будете коррупцию преодолевать, то мы, значит, будем против вас там санкции какие-то вводить или вообще вас можем выгнать с ДКБ. Я думаю, они специально сделают какие-то коррупционные деяния, чтобы Россия от них туда выгоняла. Это с одной стороны, а с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что Россия в этом плане, она сама как живет, так и готова спросить другие страны, чтобы они жили. Безусловно, здесь то, что они не заявляют, что мы, скажем, имеем проевропейский вектор, к чему-то там мы движемся и все остальное. Поэтому к ним, скажем так, обращаем внимание. Ну, в целом, опять же, если Россия, скажем, лидер какой-то организации, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Поэтому по борьбе с Россией там точно не идет. Очевидно. Игорь Петренко был с нами на связи. Игорь, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был доктор политических наук Игорь Петренко.